Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И всех заёт к покаянию. Потому что место рулетки – это самое проклятое место во всём интернете. Самое гнойное, блудливое, лживое, сатаническое – всё собралось здесь. Я тоже, да. И мы людям говорим, что мы не просто говорим, а конкретно, откуда то, что говорим, взято. Это Слово Божие, Священное Писание. Я хаджик, брат, я мусульман. Ну что же, мусульманин. Я думаю, вы спорить не будете, что мусульманин тоже человек. И тоже ему не заповедано воровать, лживо жить. Ему тоже говорится о том, что надо жить благопристойно. Это все книги, читаешь, да, брат? У вас далеко микрофон, плохо слышно. Я говорю, все это книги читаешь, да? Да, я читаю. Я не просто читаю, а у меня написано 38 томов книг, которые подарили в 650 библиотек мира. В шести мусульманских республиках были, в Турции. Прошли из Барнаула до Владивостока, Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. Везде свидетельствовали. Ну, как бы, про ислама читала нормально. Так, что? Коран читал, говорит. Ну что, у меня целая книга, посвященная Корану. Я разбираю по сурам, айятам, сравниваю с Библией. Что взято оттуда, какие моменты. Ну, как сказать, нормально? Нормально, так я вам бы мог выдать данные, которых ни у кого нет. Я работал тут не один год над разными книгами. Я могу сказать, сколько раз упоминается, какое слово, за сколько часов по часу в день, если считать, Библию прочитать можно. За 90 дней. А Коран за 14 с половиной. А что, ислам не принимал, да? Как? Ислам не принимал. Да сохрани Бог. Я же верю во Христа, что Он умер и воскрес. А они признают Его только за пророка. Иисус сказал, что кто будет по-другому веровать и по-другому говорить, это Павел пишет в послании Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Даже ангел привет. И мы, апостолы, придем. Не верьте этому. Тому анафема. Это очень серьезно. А в Деяниях Апостолов 4.12 написано, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Об имени Иисуса Христа. А это знаешь, кто пророк Мухаммад, да? Что знать? Пророк Мухаммад знает, да? Сейчас, подожди минутку. Володя, иди-ка, попереводи мне его. Вы знаете, кто такой пророк Мухаммад? Еще бы не знать. Я буду спрашивать вас, вы знаете, когда он умер? Год назовите. Вот и коснулось. Кто из нас знает лучше? В 632-м от Рождества Христова. В 632-м. То есть 6 столетий христиане исповедуют Христа Воскресшего. И приходит кто-то, мне не важно, как его зовут, и говорит все вопреки. Ясное дело, что это не наш Бог. Наш Бог предупреждает ни одной буквы не изменять. Небо и земля исчезнут. Ни одна буква не исчезнет. И вдруг он не воскресал. Как не воскресал? Он учил, что Христос воскрес или нет? Что распят за грехи людей? Да, то есть он не признает. Он признает только пророком его. Иса, Иса, пророк. А это ничего не дает. Евреи говорили, что его украли. И когда у сатаны не получилось, евреи-то сами распинали, дали денег воинам говорить. А теперь, а ой-ой, он не воскресал, не был распят. А за 700 лет, за 750 лет Исаиев, пророк, говорил, он изъязвлен за грехи наши. Знаешь, когда будет конец света, он на земле будет, понимаешь? Да. Так и написано. Он сядет на великом белом престоле. Апокалипсис, 20 глава. А он знает, где будет потом? Это на Макказач, Арамсан, Саходи, знаешь, там будет? Пророчества есть только в Библии. Ни в одной книге этого нет. Мы знаем, какой царь последний будет. Нигде больше нет ни в одной религии. Границы исчезнут, денег не будет. И будет столицей мира Иерусалим. Не Москва, не Вашингтон, а Иерусалим. И будет правитель еврей. А Зайф такой, Даджол Зайф такой? Кто? Даджол. Ну, это вы имеете в виду, этот, Антихрист придет? Даджол, да, который у меня есть. Ну, да, вы это придумали. Глаз у него там нет. Он придет на 3,5 года, 42 месяца. Это только в Библии написано. И написано в Апокалипсисе, 13 глава. Сам откуда? Из кухни. Нет, куда живешь? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Добольно? А я Вас ни о чем не спрашиваю, потому что никакой роли не играет. Я все буду знать. Написано, весь мир забоюй, а душе повредишь. Какой выкуп дашь? Поэтому надо верить в Бога. И Его, как послал Сына Единородного, второе лицо Троицы. И Он умер за нас и воскрес. Как можно Спасителя отметать? Пророков много было. Исайя, Иезеки, Иеремия. Последний пророк Мухаммад. Вот смотрите, за 700 лет, за 700 лет до Рождества Христова, пророк Исаия пишет, 7 глава, 14 стих. Все дева в очереве приимет, девой остается после защития, и родит сына на реку Тиме, ему Эммануил, что означает с нами Бог. Это пророчество, это у евреев было дано, не нам дано, евреям, а мы уже влились туда к ним. Бог, не пророк. Пророк, он и пророк, тоже пророк, но Бог... Да, конечно, Бог, но этот пророк у меня просто, как сказать, ну, как есть там, главный, да, еще есть подчинять. Он просто, как бы, я просто по-русски не понимаю, объясню по-русски. А вот смотрите, я вам задам несколько вопросов. Не торопитесь уходить. Вам начнешь говорить, вы сразу выключаетесь и убежите. А еще это говорит о том, что у вас правды нету. Вот, все, тут же и спрятался. Иисус Христос, который умер за наши грехи, был распят и воскрес. И зовет всех к покаянию, кто бы ты ни был, какими бы грехами не был одержим. Обещай Богу, никогда на путь прежде не возвращайся. И Он сделает тебя, говорит, как снег убелит. Я согласна. Так написано? Я не придумываю. Нет, я просто вам верю. Я согласна с этим. И другого имени нету, говорится, в Деяниях Апостолов 4.12. Кроме Иисуса Христа, которым можно было бы спастись. Он взял грех мира весь на себя и ответил, умер за нас. А теперь может прощать, кто приходит к нему. А вот что делать с бывшим мужем, который тебя бросил? Ну и что? Мы же дальше не знаем, что может быть на пользу дело, чтобы заразу домой не носил. Бросил. Ты с Богом будь, и тебе Господь озаботится, все у тебя будет. Что ты хорошего-то видела с Ним? Вы же знаете, что какие. Написано, если не женатый, заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый, как угодить жене? А тут добавить надо самому. И никогда ей не угодишь. Не замужняя заботится, как угодить Господу. А замужняя, как угодить мужу. И скажем в скобках, и никогда ему не угодишь. Так что живи, радуйся одна, голубка. Просто так обидно. Взял, бросил у меня. Ну и что, что бросил, бросил. Господь живой. Он освободил тебя от тягости. Зачем он тебе нужен-то? Главное, пожар-то уже прогорел. Живи теперь на угольках. Благодари Бога. Не завидуй щужому счастью, и не держись за него. Написано, остался без жены, не ищи жены. Осталась без мужа, не ищи мужа. Служить для Бога. Там вечность за гробом. Подрудись для царства небесного. А здесь все тленное. И дети неверные, и муж лукавый, и женщины за перестройку. В России сделали 120 миллионов абортов. У них чрево гробом сделалось. И у нас в стране 86% разводов первые три года. В то время, как Надежда Константиновна Крупская говорила, 17% это катастрофа. А у нас 86%. А вот мы строим православную деревню. У нас условия, чтобы никто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ни одного развода, ни одного аборта нет. Живут по-божески, как одна семья. К сожалению, вот я хотела жить по-хорошему. Я готова была простить человеку все. А человек взял и бросил меня ради клубов, телок других. Это все пройдет, успокоишься. Не надо вот это. Ты работай для Бога. Найди у кого-то детей много. Кому-то помогать надо. Трудись и молись. Если денег нету, пойди в храм Божий, исповедуйся. А то вот щетки. Вот мы семь раз в день молимся по сто поклонов. Ты с Богом соединяйся. Радостью скажи, Господи, ты дал мне жизнь. Я благодарю тебя. У нас, знаем, 12 миллионов женщин, которые никогда замуж не выйдут. Их нет мужиков. Они запилились, изблудились. Поколотили друг друга. Кого-то в Афганистане, кого-то в Сирии. Так что не надо обыкак, лишь бы ребенка нажить. Нигде больше так нет, чтобы выйти. Я говорю, я в пяти университетах вел занятия. Два часа подряд. И никогда не позволил стакан ставить на кафедру. Это не положено так. Ну что такое-то? А что, я знаю, зачем. Залить блудный огонь. Здесь собрались одни блудники. Развратители. И редко нормальный человек. Половина мужиков голые валяются. У них ничего нету. Только ниже пояса. И вот сидят, анонизмом занимаются. Безумие полное. Мы пришли сюда, православные христиане, проповедники, возвестить волю Божию людям, которые отпечатлены в этой книге жизни. Субханаллах. Так. У вас плохо слышно. У вас где-то далекий микрофон. Далекий микрофон. Я говорю, Субханаллах. Слава Христу. Слава Христу. Да. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Там тоже говорится, кто так верит, говорится о том, что блуд не поощряется, хамство по отношению старших не поощряется. Там уважение это все. Они умеют хранить девственность, не разбратничать, не воровать, не материться. Там все сказано. Совершенно верно. Так почти не слышу я это ничего. Я не знаю еще. Я говорю, то, что в Коране написано, это слова. Мы верим, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И мы верим и полагаем всю жизнь за это. Он мой спаситель. Меня трудной дорогой Бог провел. За то, что я проповедник, мне пришлось в пяти тюрьмах отбывать. Я благодарю Бога. И пребывал я среди мусульман. Отослали в Казахстан. Жамбульская область, город Жанатас. Я с ними был, я их очень хорошо знаю. Если вы хотите больше узнать, у вас будут вопросы, вы зайдите на наш Ютуб во свете Библии. Не, я не интересуюсь Библией. А, понятно. Ну, давайте прощаться тогда. Я все сказал, что Иисус мой спаситель. Он за меня умер. За меня никто больше не умирал. И другого имени нет, кто спасал бы во имя своей жертвы. Иисус не умер. Умер и воскрес. Умер. Иисус Акбар. Иисус Акбар. Иисус не умирал. Иисус не умирал. Я еще раз говорю. Он умер и воскрес. Нет. Завтра день воскресенья. Почему называется воскресенье-то? Воскрес. Как не воскрес? Когда пророки говорили за 700 лет, что он будет изъязвлен. Пронзенные руки, ноги будут. Пророчество было. У пророка Исаия. Пророк Исаия. Он не умер. Ну, это вам так говорят через 600 лет. Вы пришли на 6 столетий позже. И нас учите. Я же в вашу книгу не залажу. А вы в нашу книгу. У нас всюду написано, что он воскрес. Вы зачем нашу книгу так корежите? Там нету противоречий. Ну, как написано? Евангелие Матфея, Евангелие от Марка, от Луки и Анна. Как жены шли. Нашли гроб пустой. Он имелся им. Фоме показал руки и ноги пронзенные, пробитые. Иисус должен прийти на эту землю, чтобы свозиться с Даджалем. Знаете что? Когда Христос воскрес, воины испугались, караулили гроб. А евреи, начальники, дали денег. Скажите, что украли. Ну, это от сатаны. Украли. Он когда воскрес. А теперь через 600 лет по-другому враг подходит. А он не воскресал. То есть, что мы во грехах. Он дает нам спасение. Как отрицать спасителя? Он умер за наши грехи. Красный крест. Красный международный крест. На небе постоянно крест является. При морозе и всегда. Знамение Божие на нас. Мы умерли для мира. И мир для нас. Вот Пасха. Христос воскрес. Желаю вам, мужчина. Я вам желаю также хорошего. Самое наилучшее. Познать Христа, уверовать и спасти души. Кроме Христа нет спасения. Я желаю вам познать истину. Истинную религию. Истинную религию. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. У нас. Ну, если книги Библии в доме нет, то не считайте. А не считая, вы не знаете закона Божия. У нас молитва есть. Я сейчас отвечаю на это. А не считая, мы не знаем закона Божия. А нарушая закон Божий, мы погибаем. И все от того, что не считаем. Это не мои слова. Боян Златоус говорит. Ну, это правильно. Ну, так надо Библию достать, сходить в храм, приобрести ее. Сходить на исповедь к священнику. Начать жить по-христиански. У меня храм в 100 метрах от дома. Недалеко? Нет. Ну, и прекрасно. Сегодня суббота. Вечернее богослужение будет. Завтра воскресное. Узнаете, там, может быть, есть какой-то кружок, где изучают Слово Божие. Библию можно приобрести. И написано, да не отходит книга сия от уст своих, но поучаясь в ней день и ночь, дабы в точности исполнить написанное в ней. Вы желаете больше знать? Мы можем вас познакомить с нашими ресурсами, очень богатыми. Ютуб, сайт, форум, мейл.ру. Сказки для детей я и так читал. Так Библия-то не та книга, которую один раз прочитать и хватит. Написано, не отходит она от уст своих, но поучаясь в ней день и ночь, дабы в точности исполнить написанное в ней. Знаете, если точно и полностью соблюдать Библию, мы бы вымерли, как динозавры. А вы старались исполнить, что там написано? Одна единственная заповедь для всех людей и всегда, за все времена. Одна заповедь всегда. Одна только она. Нет, не убей и не укради. Нет, не убей. Первая заповедь. А вторая. Относись к ближнему своему, как хотел бы, относился, чтобы он к тебе. Вот это заповедь спасет мир. Все, остальное можно... Понятно? Краткое предложение Библии. Относись к ближнему своему так, как бы хотел, чтобы он к тебе относился. А как хотел-то бы, ты не считая Библию, ты не знаешь, как хотел-то. Там написано, не лжесвидетельствуй. Не нарушай. Да ты хотел бы, чтобы он к тебе ближний относился. Еще не к ближнему, там есть заповедь о Боге. Люби всем умом, всем сердцем, всей крепостью Бога твоего, Творца твоего. Самую главную заповедь-то вы забыли? Ой, Бог, это моя мать, которая меня родила. Ой-ой-ой, мать. Да мать умерла, черви остались. И что теперь? Это Бог? Она же дала мне жизнь. А Бог дал жизнь через матч. Ты голубь или мать Мария, которая стала святой матушкой?